Всем здравствуйте! Меня зовут Хасим Владимир Давленович. Я представляю Западную Казахстанскую область, город Уральск в конкурсе «Панорама педагогических идей». Работаю в среднем общеобразовательной школе номер 9 с 2016 года, как закончил высшее учебное заведение. Работаю учителем физической культуры и спорта. Почему я выбрал именно эту профессию? Это у меня была мечта детства. Конечно, было несколько профессий, но именно та профессия, которая мне была по душе и являлась моей мечтой. Почему? Именно в школе номер 9. В этой школе я проходил педагогическую практику и государственную практику, 3-4 курс. И дети оказались мне ближе, как и профессионально с точки зрения. И дети, так как находилось рядом детский дом, что дети являлись без родителей. И во время студенческих годов, во время практики, у меня в голове зародилась такая идея, что именно я могу им помочь, что-то добиться в этой жизни. И последовал своим идеям и целям и оказался работать именно в этой школе. В конкурсе «Панорама педагогических идей» я участвовал первый год, что осознанно заявил себя, победил в областных конкурсах. Урок я предоставил таким образом. Тема урока у меня была «Улучшение техники игры в волейболе». Так как преподаю в седьмом и в десятом классе, я выбрал седьмой класс, что они же и являются волейболе чемпионами города и области. Цель урока была «Улучшение техники приемной передачи мяча сверху, снизу двумя руками». «Изучение техники нападающих ударов и подачи». Целью обучения у меня была совершенствовать и обобщать комбинации движений и их последовательность при выполнении различных упражнений. Новыми идеями я в урок внедрил стрейчинг. Стрейчинг, как всем ясно и понятно, это растяжка, растягивание получается. Я внедрил его вместо общеразвивающих упражнений. Общеразвивающие упражнения мы также можем выполнять на месте и во время бега. Но я решил сделать таким образом. Так как в начале первой четверти я задумываюсь о второй четверти и, разбирая календарные планирования, встретился с такими глобальными проблемами, что и многие коллеги со мной согласятся. Во время гимнастики мы очень боимся как из-за себя, так и из-за детей, что во время гимнастики у нас происходит очень много травм на уроке, что и в этом году у нас, получается, гендерного отделения нет. Поэтому на класс один учитель физической культуры было много очень вопросов. И здесь я столкнулся с проблемами, которые меня будут преследовать во второй четверти. Дети у нас слабо развиты, вне зависимости, какой у нас педагог. Очень хотелось бы, чтобы мои коллеги меня поддержали. Дети сейчас о мостике даже не будем говорить из класса. Четвертая часть только может встать и то с места на мостик. Также стойка на лопатках у нас. Дети не тянутся, не развиваются. И лично мое мнение, могу предложить, что можно учителям физической культуры организовать курсы по стрейчингу, по общеразвивающим упражнениям, что можно было бы выдавать им сертификаты, как и повышение квалификации. И как мы ведем тренировки от БДО, так же и чтобы можно было включить туда же и стрейчингов. Но уже педагоги, наши коллеги, которые именно, имея свои сертификаты, могли проводить такие же тренировки для массово-культурных мероприятий, даже организовывать в неделю, раз, два. Самое главное, марты. Но потом уже в последовательности, это уже с гимнастическими палочками, обеспечивать школы наши, республиканские, также областные. Вот в этом вся моя идея урока. Конечно, я желаю своим коллегам победить самым лучшим уроком, сильнейшим. Я желаю только успеха нашим коллегам и повышать только достижения. Сейчас у нас много условий и выступать на мир, так и на Азии, на Европе. Хорошие у нас соревнования, так и школьные лиги, гимназиаты. Я только за, чтобы развивался наш казахстанский спорт. Желаю всем успехов. Удачи. Продолжение следует...